Не все взрослые знают, как делают шоколад, как в ночном небе перемещаются звезды или кто живет в подводном мире. А вот воспитанники 51-го детского сада в Ленске-Кузнецком обо всем этом узнают уже в младшей группе. И не просто узнают, а могут проверить на практике, как происходит то или иное явление. Музейную педагогику воспитателей ресурсного центра начали осваивать 5 лет назад. Очень интересно детям ходить в музеи. Сами вспоминаемые стихи известные, измиранием сердца видели различные экспозиции. И плохо было только одно, что ничего в нем нельзя было трогать. Здесь педагоги учитывают сущность ребенка, поэтому с теми экспозициями, которые они собирают, нужно и можно играть, развиваться, дополнять их, объединять в различные другие композиции. То есть сегодня педагогам расскажут, как можно организовать эту деятельность, не уводя детей в мир такой науки, где они ничего не понимают, или в мир школьных каких-то позиций, что еще им сложно. А вот на уровне, доступном им, но с элементами и астрономии, и географии, и биологии. На мини-выставках, которые представлены в разных группах детсада, ребята ознакомятся со многими видами искусства. Подводный мир, космосом, изделиями шоколада, историей автомобилей. Одной из самых необычных можно назвать театральную экспозицию. Работа над речью, интонацией, движениями в студии Орликина начинается с самого младшего возраста, с трех лет. В доказательство успешной деятельности ребята приготовили презентацию в виде театра кукол, который на 10 минут перенес всех зрителей в настоящую сказку. Подобная работа ведется и в Белове. На протяжении двух лет воспитатели детского сада номер 41 микрорайона Бабанакова осваивают музейную педагогику. Здесь работают экспозиции, посвященные свойствам воды, подводному миру, различным видам транспорта, часам и даже пуговицам и фантикам. У нас коллеги работают все вместе, дружно и работают над какой-то единой целью, то результаты будут видны всегда. И мы посмотрим, видим это на детях. У нас, помимо этого, еще очень много садов и очень много садов, которые каждый ценен по-своему, каждый несет свою деятельность, несет свое детям, и мы это видим. Многие темы, которые представили воспитатели из детского сада Ленинска-Кузнецкого, могут быть реализованы и в детских садах города Белово. Как, например, импровизированная научная лаборатория, где юные астрономы изучают все, что происходит с планетой Земля, как работает Солнце, как вращаются планеты и звезды. Возможно, после такого практического семинара музейная педагогика будет осваиваться во многих дошкольных учреждениях Белово, в том числе и в новых.